МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деньги на нефть. Какая разработка Казанского университета получила мегагрант? Металлоискатель. Для обнаружения различных металлических предметов. Криминалистический талант. Как в КФУ раскрывают преступления? Самая сложная и трудноуправляемая часть в этом рейтинге – все, что было связано с академической репутацией. Лучший в своем деле. В какие рейтинги попал Казанский вуз? Семья – это для меня самое главное. Ученые мамы – портрет современной женщины, работающей в университете. Казанский федеральный университет стал победителем конкурса на получение мегагранта Российского научного фонда. ВУЗ получит 128 миллионов рублей на исследования, которые рассчитаны на 4 года. Проект связан с разработками в нефтедобыче. Отметим, что такого рода финансирование дается на действительно важное исследование на работу лабораторий мирового уровня. Все это в рамках президентской программы исследовательских проектов. Казанский университет первым в России и в числе первых в мире осуществил два успешных промысловых эксперимента по закачке реагентов, которые повышают нефтеотдачу сложных пластов. Что даст этот проект в будущем и каков его экономический эффект, узнала Роза Зарипова. Здесь, например, мы видим один из китайских нефт, высоковязкие нефти, до термического облагораживания, и здесь после термического облагораживания. То есть основная цель заключается в том, насколько этот эффект сможет снижать вязкость исходной нефти и превращать их в более легкой. Этот принцип и лег в основу разработки проекта. Несколько лет упорной, кропотливой, трудоемкой работы понадобилось не менее 30 специалистам из разных научных групп университета, чтобы получить достойный результат. Мы уже больше, чем 5 лет, пытаемся разрабатывать оптимальные композиции и различных реагентов, катализаторов, и попробуем оценить их эффекты на внутребластовые облагораживания. Основная задача проекта – это разработка новых технологических подходов к каталитическому подземному облагораживанию высоковязкой и сверхвязкой нефти. Другими словами, реагенты и технологии, которые будут разработаны в рамках данного проекта, позволят добывать нефть сразу более легкую и чистую, тем самым изменив качество нефти. Это, значит, технология подземного облагораживания тяжелой нефти. Сегодня основные запасы нефти в России и, в принципе, во всем мире – это тяжелые нефти, которые намного сложнее добывать, чем традиционная нефть, которую мы сейчас активно используем. Но какие плюсы мы получаем? Во-первых, мы можем добывать больше нефти, то есть, соответственно, тратя те же самые деньги и усилия, мы получаем больше нефти, соответственно, мы снижаем экономические затраты. А второе – то, что нефть, которая получается по данной технологии, она уже лучше по качеству. Начинали с реализации нескольких пилотных проектов, которые потом подтвердили, что применяемая технология работает. Научным руководителем выступил профессор Хорхе Анчита из Мексиканского нефтяного института. В составе ученых университета есть и свои иностранные специалисты. Один из главных участников проекта – ученые из Китая. Исследование рассчитано на четыре года. В ходе него детально будет проработана не только разработка новых каталитических систем и реагентов для интенсификации футрикластового облагораживания тяжелой нефти, но также проведена оценка их эффективности и установление механизма их действия путем комплексного анализа. По итогам реализации проекта это будет, с одной стороны, продукт, то есть это катализаторы специально для закачки в пласт. Причем это не просто там один компонент, там специально подбирается состав, в который входит несколько компонентов, в которые решают сразу несколько задач. Причем там одна из задач – это получение внутри пласта водорода, чтобы делать облагораживание нефти более эффективно. Также, кроме самого продукта, это будет технология, поскольку сам реагент без правильного применения может оказаться неэффективным. И третье – это будут разработаны цифровые решения модели. Применить технологию планируется не только за рубежом, но освоить ее на нефтяных месторождениях в Татарстане. Индустриальным партнером проекта является компания «Зарубежнефть». «Зарубежнефть» это планируется совместно с ними запускать на тех месторождениях, с которыми они работают. Но, конечно, параллельно мы ведем работу и с Татнефтью, то есть, чтобы в Татарстане тоже эту технологию применить, у нас уже есть успешный опыт применения ее в Татнефтье. Конкурсный отбор проходил среди ведущих российских вузов. Всего было поддержано 42 лаборатории мирового уровня, в том числе и Казанского университета. Деньги от гранта, по словам участников проекта, пойдут на закупку оборудования, стажировки и привлечение новых молодых ученых. Отметим, что Татарстан впервые является победителем такого проекта. Роза Зарипова, Андрей Багаудинов, КФУ. Итоги недели. Какие разработки ведутся в Институте геологии и нефтегазовых технологий, увидел и вице-премьера страны Дмитрий Чернышенко. Ему, а также министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Миниханову рассказали о деятельности Казанского федерального университета. Гости побывали в 3D-геоцентре – уникальном объекте университета, где проводятся исследования в области моделирования цифровых технологий для повышения нефтеотдачи, поиска и разведки месторождений. Также была презентована работа научного центра мирового уровня в области освоения запасов жидких углеводородов. КФУ в прошлом году выиграл конкурсный отбор на создание этого центра, который открылся по приоритетным направлениям развития российской науки. Были также презентованы инициативы по созданию университетского технопарка и карбонового полигона на базе ВУЗа. Что это такое? Подробнее мы расскажем в следующей программе. Кстати, дисциплина «Нефтегазовое дело» Казанского университета вновь вошла в топ-100 рейтинга мировых ВУЗов, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром КУЭС. Он оценил почти полторы тысячи ВУЗов со всего мира. К первой сотне приблизилось и направление образования. Об этом и не только. Мы поговорим с директором Института психологии и образования КФУ Айдаром Калимулина. КФУ стабильно занимает высокие позиции в международных рейтингах. На этой неделе пришли результаты очередного рейтинга с приятными для Казанского университета новостями, особенно в области образования. Каковы факторы этого успеха? Действительно, мы очень долго ждали этого события. И в рейтинге КУЭС, предметной области образования, Казанский федеральный университет в 2021 году входит в число 150 лучших университетов мира. Это грандиозный рост, буквально на 100 позиций, который говорит о том, что наш университет выбрал верный курс, сделав ставку на педагогическое образование. Сейчас КФУ является одним из крупнейших центров подготовки учителей в России. Но те реформы, которые мы проводили в этой сфере, наши научные исследования, формирование новой инфраструктуры, это и новые программы, новые модели подготовки учителей, это база практик и трансфера научных технологий в виде наших школ, лицеев, детского сада и многое-многое другое, получили в итоге высокую международную оценку. Кстати говоря о развитии, мир стремительно меняется в последние особенно 2-3 года, наверное. Вот программа развития, программа 2030, какие в ней есть новые ориентиры? Я думаю, достоинство КФУ в том, что мы довольно так планомерно и поступательно развиваемся. Мы выполнили задачи, которые были поставлены проектом 5.100, и наше приоритетное направление называлось трансформация педагогического образования, то есть это был первый этап модернизации системы подготовки учителей. А сейчас, когда мы нарастили мускулы, получили очень большой импульс со стороны ректора, прежде всего Казанского федерального университета, большие вложения, мы переходим к новому этапу и пытаемся формироваться уже как буквально один из ведущих международных центров в той или иной области. International Forum on Teacher Education в этом году каким он будет? Мы находимся как раз таки в той аудитории, которая годом ранее, когда мы проводили шестой виртуальный форум по педагогическому образованию, была таким своеобразным центром управления. Мы называли, сравнивая с Байконуром, центр управления полетами, центр управления конференцией. И мы очень рады, что ИФТ-2030 прошла в виртуальном режиме, и мы имели 32 тысячи входов. Это, наверное, самая крупная конференция подобного профиля в России и одна из крупнейших в мире оказалась в прошлом году. В этом году мы ставим перед собой более серьезные задачи. Дело в том, что все-таки возможности для приезда российских ученых открылись, прежде всего под влияние вакцинации. И поэтому мы провели регистрацию. Мы в этом году, несмотря опять-таки на все наши опасения, имеем рекордное число зарегистрировавшихся ученых. Это почти 1300 человек. Это чуть ли не в полтора раза больше, чем в прошлом году. И 400 из них в своих анкетах заявили о желании, о горячем стремлении приехать в Казань. Поэтому мы в этом году ИФТ рассматриваем как новую проверку для себя. Мы будем проводить ИФТ-2021 в смешанном формате, когда половина участников будет находиться в КФУ, приедет в КФУ. И мы обсуждали уже с Ильшатом Равкатовичем, он является президентом нашего форума традиционно, о беспрецедентных мерах санитарно-гигиенической защиты участников. Это чуть ли не ежедневная возможность сдать ПЦР-тест. Это возможность для размещения заболевших, если будут таковые, я сплюну, конечно, размещение в нашей клинике, которая является тоже ультрасовременной и очень высоко классной. И вот мы, наверное, создадим условия. Это будет беспрецедентно, потому что медицинские услуги, они везде очень дороги в мире, и мы отслеживаем, ни один университет, который проводит, не может таким образом позаботиться о своих участниках. И поэтому часть участников будет здесь, а часть участников будет работать в виртуальном формате, где-то они будут смешиваться. У нас уже была встреча с представителями компании «Майкрософт», которая вновь берет патронаж над нашим форумом, и мы будем находить новые технические решения для его организации. И я уверен, что это опять-таки будет вклад в ту коммуникацию, в поиск ответов на наиболее сложные вопросы педагогического образования в условиях пандемии COVID-19, когда многие наши устои были нарушены. Большое спасибо, Эдармин Монсурович, за интересную беседу. В первый день весны свой профессиональный праздник отмечают эксперты-криминалисты. Именно 1 марта 1919 года в системе уголовного розыска нашей страны был создан кабинет судебной экспертизы Центра розыск. Вообще, первое судебно-экспертное учреждение было создано более 200 лет назад. Конечно, оно было по нынешним меркам примитивное, и за это время экспертно-криминалистическая служба, как и любое научное направление, колоссально изменилась. В том, что криминалист должен обладать широким кругом знаний в разных областях, нет никаких сомнений. Любой юрист должен знать основы экспертно-криминалистической работы. Этому обучают и студентов юридического факультета. В Казанском университете есть своя лаборатория, в которой будущие следователи и прокуроры постигают азы науки. Роза Зарипова увидела, как учебно-криминальные инсценировки помогают в становлении профессионалов. Кто там? Управляющая компания. Студенты юридического факультета отрабатывают тактику обыска и задержания особо опасного преступника. В квартире, она же учебный полигон, якобы находится подозреваемый по делу об убийстве инкассатора. Следователь, дознаватель, понятые, наручники. Все как из жизни. Был обнаружен металлический предмет. В тросте принятые. Смотрите, заносим все это в протокол. Скоро эти знания будущие юристы смогут применить на практике, проходя стажировку в правоохранительных органах. Руслан Батыршин, выступая следователем, считает, что мало изучить уголовный кодекс от корки до корки. Важно и то, что, будучи студентом, можно вжиться в роль. Данные практические знания, которые мы получаем в рамках университета, в рамках семинарских занятий, безусловно, помогут большинству из нас, которые тем, кто хочет идти по уголовной специализации, например, я собираюсь идти в следственный комитет, вот, соответственно, мне для работы очень важно знать на практике, как будут выглядеть производства определенных следственных действий. Подобные практические занятия с использованием настоящих гаджетов эксперта-криминалиста возможно в учебной криминалистической лаборатории при кафедре уголовного процесса и криминалистики. В этом году лаборатория юридического факультета отметит юбилей – 25 лет с момента создания. Основная задача лаборатории – это обеспечение всех видов занятий, необходимыми научными средствами, методическими разработками, учебными фильмами, актами экспертиз. Есть полигон для отработки навыков служебной деятельности. Есть место на улице во дворе главного здания, где мы отрабатываем темы, такие как следы ног, следы транспортных средств, следы орудия взлома инструментов. Металлоискатель – для обнаружения различных металлических предметов, оружия, пули, гильзы. Это лишь небольшой арсенал студента-следователя, который применяется ими во время учебных занятий. Изучить место преступления можно и не выходя из кабинета. Все благодаря компьютерной программе – виртуальному осмотру места происшествия. Обыск помещения, обыск квартиры, обыск лесной местности. И далее у нас есть такие же программы по осмотру. Осмотру убийств, при убийствах. Осмотры при совершении краж. Это у нас все. Вот эти виртуальные программы, они у нас присутствуют. Обнаружить отпечатки пальцев, правильно их изъять и использовать в качестве доказательной базы. То немного, чему на практике учатся студенты. У нас была инсценировка убийства, мы находили преступника, находили труп, находили отпечатки пальцев, дактилоскопические отпечатки. Для себя я узнаю, как проводить следственные действия, какие для этого требуются меры, какие необходимы инструменты для тех или иных следственных действий. Они до сих пор исправны. Вот, допустим. Кинопроектор 1979 года в рабочем состоянии. И как 40 лет назад готов к показу учебного фильма. Это музей криминалистической техники. У истоков ее создания стоит заведующий лабораторией Ильдус Сафин. Музей открыт в 2018 году. Но экспонаты имеются и до военных лет. Большинство техники и приборов находятся в исправном состоянии. Одна из старинных экспозиций нашего музея – фотоаппарат «Фотокор-1» до военного производства. И штатив к нему вот такой мы нашли. Видите, да? Штатив деревянный, до сих пор исправный. Есть и фотоаппарат 1939 года выпуска. Различные кинокамеры, микроскопы, светофильтры, штативы и многое другое. Именно с музея у студентов начинается знакомство с техникой. Первое занятие, когда они приходят изучать криминалистику, четвертого курса студенты и бакалавры, мы их здесь, в музее, проводим с ними экскурсии. Есть и место в музее, где бережно хранятся и тайны следователя 20 века. Так, к примеру, выглядело рабочее место следователя-криминалиста 60-х годов 20 века. На столе мы можем увидеть портфель следователя-криминалиста, печатную машинку, а также фотоаппарат и соответствующая литература тех лет. Преподавать основы права в университете стали с момента образования Казанского императорского. В 1952 году начинается современная история юридического факультета уже при Казанском университете. Через 15 лет откроется кафедра уголовного процесса и криминалистики. В 1996 году начало возьмет учебная криминалистическая лаборатория. А в 2019 году свое 215-летие отметили Казанский университет и юридический факультет. Роза Зарипова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Впереди еще много нового. В частности, мы узнаем, какой будет весна в этом году. Через несколько минут вернемся. Самая сложная и трудноуправляемая часть в этом рейтинге – все, что было связано с академической репутацией. Лучший в своем деле. В какие рейтинги попал Казанский вуз? Семья – это для меня самое главное. Ученые мамы – портрет современной женщины, работающей в университете. Казанский университет ведет переговоры с институтами Российской академии наук о создании своих кафедр на их площадках, где специалисты РАН будут курировать магистрантов и аспирантов КФУ. Об этом заявил ректор Ильшат Гафуров во время встречи с участниками программы «Лидеры научно-технологического прорыва», которые проходили стажировку в университете. Это представители Российского министерства науки и высшего образования Школы управления Сколково, федеральных вузов, руководители научных организаций. Именно в такой работе по принципу взаимного дополнения друг друга можно готовить управленческие кадры для достижения национальных целей страны, уверен ректор КФУ. О других событиях, которыми жил на этой неделе Казанский университет в нашем дайджесте. Казанский федеральный университет улучшил позиции в предметном рейтинге КУЭС. Он представлен в 13 дисциплинах и 3 предметных областях. КФУ в топ-100 университетов мира в направлении нефтеказовое дело в образовании федеральной в первой половине второй сотни. Плюс КФУ вошел в рейтинг в дисциплинах английский язык и литература, современное языкознание и компьютерные науки. Была самая сложная и трудноуправляемая часть в этом рейтинге, все, что было связано с академической репутацией. Наши инициативы по проведению специализированных форумов Times Higher Education, а также в области педагогики, нефтегазового дела с привлечением ведущих консультантов, экспертов и компаний начали давать свои результаты. Ильшат Гафуров вошел в топ-3 медиарейтинга ректоров вузов России. Его представил фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов индекс». Авторы выделили 96 упоминаний ректора КФУ. В начале этой недели свой день рождения отметил Рустам Мениханов. Казанский федеральный университет присоединился к многочисленным поздравлениям президента республики Татарстан, и студенты записали для именинника специальный ролик. В Казанском федеральном прошли съемки фильма «Светитель». Это часть трилогии фильмов, которые связаны с казанской иконой Божьей Матери. Специально для него сотрудники научной библиотеки имени Лобачевского подобрали более 20 изданий, отражающих жизнь Гермогена в Казани, обретение им казанской иконы Божьей Матери. Знание своей истории – это сила. Это понимание уникальности нашей страны, куда мы движемся, откуда мы, и вообще ради чего жить нужно, собственно говоря. «Холокост. Уничтожение, сопротивление, спасение» – на эту тему в Институте филологии и межкультурной коммуникации. На этой неделе прошла лекция сопредседателя Центра «Холокост» профессора Российского государственного гуманитарного университета Ильи Альтмана. Его выступление было посвящено историческим мифам и их противодействиям, касаемо Холокоста. В ходе презентации студенты и преподаватели также смогли увидеть фотохронику и письма узников концлагерей. Многие очень много подходят к истории, как некому пугалу. Вот смотрите, как страшно это было, это может повториться. Мы выработали какой-то, наверное, другой метод. Посмотрите, сколько в истории положительных примеров. Вот я с выставкой, которая посвящена освобождению Аушвицца, объездил более 10 государств. Я говорил о том, посмотрите, 5 командиров дивизии. Трое русских, один латыш, один украинец. Состав дивизии, представители 43 национальностей. Использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистичных целей недопустимо, заявил президент России. Владимир Путин уточнил, что втягивание детей в несанкционированные акции через интернет или провоцирование различных суицидальных наконностей в социальных сетях – это преступление, которое должно караться по закону. Глава российского государства отметил, что интернет уже проник во все сферы человеческой жизни. В связи с этим в сети должны соблюдаться не только обычные законы и формальные юридические правила, но и моральные законы общества, уверен лидер страны. С какими новостями пришлось столкнуться пользователям всемирной сети на этой неделе, расскажет Леонид Толчинский в своей авторской рубрике «Смотрите сами». И вновь с вами «Смотрите сами». Салават только что привел цитату из президента России об особой моральной ответственности перед обществом, которую следует соблюдать и нести, работая и присутствуя во всемирной паутине. Достаточно много событий уходящей недели живо иллюстрировали актуальность этой мысли. Вот Роскомнадзор заявил о своих намерениях наказать Твиттер за ряд нарушений, среди которых и отсутствие контроля за данными пользователей, и распространение иными пользователями контента, противоречащего российскому законодательству. Роскомнадзор грозится даже заблокировать Твиттер за это. Не станем сейчас выражать сомнения в эффективности предложенных мер воздействия. Сама жизнь демонстрирует, что большинство из задуманного нереализуемо уже никогда. Помните, как блокировали телеграммы, что из этого вышло? Да и в целом громоздить запреты в мире высочайших и динамично развивающихся технологий и платформ не сильно продуктивный путь. А вот о моральной ответственности перед обществом, держателем платформ и автором, что живут на них, самое бы время вспомнить. Конечно, для того, чтобы мораль побеждала в головах, нужно в глобальном масштабе, несмотря на все идеологические противоречия, странам начинать пересматривать свои культурно-образовательные просветительские миссии. Кстати, тот же ругаемый иными ТикТок как раз продемонстрировал, что мораль может брать вверх и совсем не противоречить смыслу существования социальных сетей. На появившиеся массовые ролики суицидального характера держатели ТикТок откликнулись массовым удалением такого контента со своей площадки. Не думаю, что это сильно изменило отношение к ней, но вызвало уважение и в обществе, и у правоохранителей. А вот Твиттер, увы, пока молчит и вяло огрызается. Ну, конечно, удалять посты наркопопуляризующего характера, направленного на россиян, это что-то не в духе свободы. В духе свободы удалять аккаунты неугодных президентов, политиков, сочувствующих им, здесь свобода не попирается. И, конечно, это скорее всего характеризует аморальность платформы, что даже куда неприятнее, чем противоправность действий иных ее пользователей. Или вот очень интересный пример. Лига студентов в срочном порядке создала ассоциацию студенческих СМИ. Да-да, именно СМИ. Не медиа-сообществ, а средств массовой информации. Почему я на это обращаю внимание? Да потому что, собственно, СМИ среди участников ассоциации нет. Там разного типа и форматов медиа-сообщества, от пресс-центров до тематических групп ВКонтакте, объявивших себя СМИ. В важности существования таких объединений сомнений особо-то и нет. Но вот если мы хотим ребят на их начальной стадии входа в активное медиа-пространство учить жить не по лжи, как писал Солженицын, то давайте перестанем лукавить. Надо регистрироваться по действующим законам, как средства массовой информации, получать таким образом огромное число возможностей и прав, но и принимать на себя одновременно определенные обязанности и правового, и морального характера. Как это предполагает существование в режиме средств массовой информации? Нельзя быть немножко беременным, вот и нельзя быть очень демократичным в стремлении заигрывать со свободой слова и не считать нужным за это слово потом нести хотя бы моральную ответственность. Лично у меня сложилось впечатление, что Лига и ее кураторы активны в популизме, но безответственны в том, к чему легкая слава может привести. Давайте расширять круг студенческих и молодежных СМИ на всех возможных площадках, давайте биться за конкуренцию мыслей и взглядов, но давайте учить, что за использование такого мощного оружия, как слово, надо уметь и бороться, и отвечать, в том числе и морально. А иначе? Уже на следующий день в рамках круглых столов все той же Лиги иные стали требовать привести проживание в студенческих общежитиях к строгим нормативам. Благая мысль? Прекрасная, но у нее есть продолжение. Авторы этой мысли и поддержавшая их Лига должны немедленно объявить, что они за массовое выселение студентов из общежителей. Мысль полетела по медиа-сообществам без всякого смысления, а вот средство массовой информации, если оно профессионально выдерживает стандарты, должно было бы при этом изложить как минимум две точки зрения на проблему. Назвать полностью имена авторов идей, уточнить цифры, подлежащие к выселению, сроки, цены, которые потом обозначатся для оставшихся в общагах счастливчиков, и представить все это на суд своих целевых аудиторий. Думаю, что энтузиазма стало бы поменьше, но морально все было бы честнее перед своим сообществом. Ну а вообще давайте завершим хорошим. Главный праздник весны приходит. И поздравляя всех представительниц прекрасной половины человечества, хочу напомнить, что сам праздник оформился благодаря стараниям и битвам таких великих феминисток и революционерок, как Клара Цеткин и Роза Люксембург. Кстати, очень высокообразованных женщин своего времени. Они боролись за права женщин так, как никто никогда до и после них. Они готовы были за это гибнуть и гибли, но они остались женщинами. Ох, какая у них была яркая личная жизнь. Тут не всегда и не все было, кстати, морально однозначно. Думаю, что живя они сегодня, мы бы имели мощнейших инстаграмеров и тиктокеров в их лице. В любом случае, спасибо им. Спасибо всем, во имя кого мы этот праздник сохранили и без кого прожить не можем. Всем доброго. Непредсказуемая и переменчивая такой всегда бывает весна. В этом ее и прелесть. Иногда она приходит рано, но бывает, что и зима не хочет расставаться с нами. Каким будет этот сезон 2021 года? Об этом мы поговорим с профессором, доктором географических наук Юрием Переведенцевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда будет настоящая весна и тепло? Вы правильно сказали. Зима не хочет расставаться с нами. Февраль оказался самым холодным за многие последние, так сказать, по сути, десятилетия. Минус 15 градусов вместо 9 положенных. Это почувствовалось. Да, да. И что же дальше? А дальше так, на 75% этот процесс может продолжиться. Поэтому, по прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, мы видим, что март оказывается ниже немножко нормы. Он по норме, среднемесячная температура должна быть порядка минус 5 градусов. Значит, будет немножко 5,5 с знаком минус. Но это не страшно. А осадка будет побольше, повыше нормы. Их обычно 33 миллиметра, значит, будет побольше. А весна, это вот такая неожиданная, началась. То есть она уже недружная получилась и не ранняя. Тепла надо ждать после 23 марта. Почему? Потому что с этого момента начинается астрономическая весна. Приходят так называемые равноденствия. День уравнивается с ночью. Больше и больше солнца. И главное, состоится всемирный метеорологический день. Это большой праздник метеорологов. С наступающим. Да, поэтому мы ждем тепла именно с этого момента. А прогнозы показывают на ближайшую декаду, то есть до середины месяца, что у нас в среднем это будет на 4 градуса ниже нормы. То есть это личная, это достаточная, так сказать, цифра. И то же самое на пентаду и так далее. Что касается вот 8 марта, то здесь будет немножко послабление по температуре. Порядка минус 3-5 градусов в этот день. Ночью, конечно, пониже температура. Но беда-то в том, что в отличие от сегодняшнего солнечного дня, как раз к нам придет циклон. А циклон с фронтами, это все-таки не очень, так сказать, такая комфортная погода. Будет, может быть, и порывистый ветер, могут выпадать и осадки и так далее. То есть практически получается так, что вот день 8 марта, весна подводит этот праздник. Ну, лучше сразу, значит, бронировать места в кино, в ресторанах, кафе, погулять особо не получится. Ну, и тем более гололеец, может быть, тоже к этому прибавляем. Тоже опасно. Да, да. Вот, Юрий Петрович, говорят, что у погоды, у природы нет плохой погоды. Заслушался вас. И все же вот весна – это еще и время половодия. Как будут обстоять дела с этим явлением в Татарстане в этом году? Вы знаете, вот скажу вам так. Во-первых, по климатическим меркам, когда начинается весна, когда температура среднесущная переходит через нулевую отметку, в сторону положительной. Это происходит у нас обычно в период 31 марта, т.е. 2 апреля. То есть на стыке вот этих двух месяцев. И тогда еще, когда сходит снег, разрушается устойчивый снежный покров. Это происходит в конце первой декады, ну, практически 10-11 апреля. То есть вот по климатическим меркам мы должны ждать перемен таких знаковых именно в этот период. Теперь, что касается половодий. Вы знаете, сейчас в этом году огромное количество снегозапаса. У нас сейчас снежный покров, высота его 56, по-моему, сантиметров, даже, может быть, повыше в отдельных местах. Это говорит о том, что у нас снегу достаточно. Одна сторона дела. Вторая сторона дела. Осенью все-таки земля не так уж сильно промерзла. Промерзла там, по-моему, сантиметров 50, и затем на нее прилег снег уже. И, то есть, может случиться такое, что все зависит от характера весны. Если действительно будет она дружная, и сразу пойдет высокая температура, а тем более, если выпадут какие-то дожди, то, конечно, половодий не избежать. Снега много. Ну, а вот если будет все такое очень затяжное, то таяние снега произойдет, оно будет, вода будет впитываться с почвы. С другой стороны, снег при наличии яркого весеннего солнца испаряется, сильно испаряется. А сейчас мы к какому сценарию ближе? Вот сейчас, по крайней мере, по оценкам мартовским, конечно, у нас ранние весны не получается. Не получается. Значит, будем ждать весну немножко с задержкой. А там уже и солнце высоко, и так далее. То есть, вот такие вот обстоятельства. Трудно сказать, но, по крайней мере, предпосылки есть и для половодия вполне. Вот. Все зависит именно от циркуляции атмосферы. Откуда будут приходить к нам воздушные массы? Весной чаще всего мерзиональный процесс. Они идут либо с севера, либо с юга. Если с севера, Арктика, холод, с юга, юго-запада будет тепло. Поэтому я что-то скажу следующее. Гидромедцентр России — это единственная организация, которая дает долгосрочные прогнозы. Но оправдываемся их 60-70%. Это не так высока оправдываемся. Вот, кстати говоря, с февралем они просчитались. И поэтому все зависит именно от некоторых таких тонкостей, которые, вообще-то говоря, не умеют предсказывать до сих пор. Хотя модели прекрасно есть и так далее. Все хорошо идет до трех-пяти суток. А дальше уже проблемы. Поэтому на ваш вопрос трудно ответить. Это я, однозначно, недавно видел шутку. Требуется сотрудник гидромедцентра. Зарплата 15 тысяч, но ощущается как 40. Бывает и такое, наверное. А вот еще такой вопрос. После такой довольно суровой зимы, хочется скорее лета. Я понимаю, что это долгосрочный прогноз. Но все же мы можем рассчитывать на теплое лето или нет? Вы знаете, среднегодовые температуры, они более устойчивые, чем месячные температуры. И, безусловно, чтобы вот это правило сработало, нужно, чтобы летние температуры были выше. То есть лето должно быть жарким. После холодной зимы лето может быть жарким. Это, по крайней мере, шансов больше. Вот, по крайней мере, на это. Это первая сторона дела. А вторая, что все равно это глобальное потепление климата свое уберет. Оно продолжается. И у нас с каждым годом температура становится все выше и выше. Но есть такой фактор, который мы уже упоминали, это опять циркуляция. Если летний период будет у нас здесь антисклон, как в 2010 году, то будет страшная жара до 40 градусов. Кстати говоря, до сих пор не произошли ее температуры. И не будет никаких осадков. Вот, тоже опасность. Значит, есть такой момент. Все зависит от того, опять-таки, от этой воздушной массы, от этой циркуляции. Если антисклональная погода, то жди жаркого лета. Если циклоны будут часто с Атлантики приходить, то будет прохладный, дождливый и так далее. Но шансов больше, на мой взгляд, все-таки, в связи с этой холодной зимой, все-таки у более теплого лета, чем у холодного. Не скрою, это радостные прогнозы. Большое спасибо, Юрий Петрович. Пожалуйста. И все же весна – это время пробуждения природы. Это время обновления, вдохновления и расцвета. Весна – это время любви, красоты, тепла и света. Весна – время перемен к лучшему. И символично, что именно в начале весны мы празднуем международный женский день, который зародился когда-то как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Сейчас для нас этот праздник – своего рода напоминание, чтобы мы, мужчины, как можно чаще вспоминали, что женская красота, доброта и соучастие – украшение и чудо нашей жизни. А прекрасная половина Казанского университета – это еще честь и совесть вуза. Каков он портрет современной женщины-ученой, расскажет Наталья Никифорова. Лилия Бакулина хотела стать врачом, а стала деканом юридического факультета Казанского университета. Причем она единственная женщина-декан на этом факультете за всю его двухсотлетнюю историю. До этого у руля здесь были только мужчины. Торжественность вот этого исторического шлейфа, она вот именно тема хороша, наверное, что с одной стороны ты знаешь, что это великая история не только факультета, но и университета, частью которой ты являешься, а с другой стороны – это возможность опереться на эти плечи титанов и двигаться дальше. В 1989 году я поступала при Рябове Александра Андреевича, а заканчивала университет, когда деканом был Тарханов. Поэтому я уже свою профессиональную деятельность как преподаватель, старший преподаватель, то есть ассистент, старший преподаватель, доцент, я прошла этот путь под руководством Ильдара Духакчева. Документы на подпись, лекции, пары и большая общественная нагрузка. Лилия Бакулина – депутат Казанской городской думы, а еще донор антиковидной плазмы. Кстати, и семейные хлопоты тоже никто не отменял. Вот такой ежедневный рабочий график у декана Юрфака. Она успевает и дома, и в быту, и побыть семьей, и быть руководителем. Для меня она лично пример, потому что вот эта ее нежность, красота, трудолюбие и упорство, и руководящую должность совмещать, и так гармонично, я думаю, это талант. Сама же Лилия Толгатовна говорит, что научилась решать задачи, действуя мягкой силой. Мягкая сила, вот на мой взгляд, это как раз, когда ты умеешь, это даже не кнутый пряник, это вот именно умение находить те важные для каждого из нас точки соприкосновения, которые позволяют нам, договорившись вместе, двигаться вперед и делать факультет лучше. А это ее особенная гордость сын Эдуард. Он тоже юрист, как дед и мама, которая призналась, что очень мечтает о внуках. Ну, семья, это для меня, это самое главное. И, наверное, это главнее работы даже. И поэтому хочется, чтобы там все было хорошо, поскольку сын женился недавно. Хочется внуков, то есть статус Долоники я уже готова примерить. Надеюсь, что это тоже в скором времени состоится. Мои планы, они, наверное, такие же, как у всех людей. То есть, чтобы у всех все было хорошо. А у кандидата филологических наук Зульфии Зинатулиной сынишке всего полгода. И сейчас она мама в декрете. Но когда сын под присмотром, есть время поработать. И молодой, и перспективный ученый, получивший грант от президента страны, спешит в университетскую библиотеку. Я решила посвятить свою жизнь филологии, потому что слова, я думаю, это очень важная вещь в нашей жизни. И многие даже недооценивают слова. На самом деле они способны разрушать и созидать не только какие-то жизни, но и миры. Глубоко в науку она окунулась сразу после защиты кандидатской. И как любой солдат мечтает стать генералом, тоже строит большие планы на будущее. Ну да, и как и ученый не мечтает стать нобелевским лауреатом. Но, к сожалению, с премией по литературе там проблемы. И это для писателей, а не для ученых. Да, наверное, в принципе, хочу продолжать работать в планах написания докторской диссертации. Сейчас Зульфия пишет статьи, работает сразу над несколькими грантами, направляет студентов в дипломных работах и скучает по университету, где ждут ее возвращения. Она работает в нашем институте уже не первый год. Но с каждым годом, мало того, что она становится все прекраснее, очаровательнее, но это чисто по-женски, она очень серьезно растет, как ученый. А сочетать в себе и те, и другие качества очень и очень непросто. Она стала действительно настоящим лидером среди молодых ученых, человеком, которым мы не только восхищаемся, но и гордимся. И, конечно, хотелось бы и пожелать больших высот докторского степени, профессорского звания, может быть, даже и академического. Это тот человек, у которого впереди большое будущее, и мы надеемся, что это будущее она блестяще оправдает. Когда работа в радость, то будет именно так. А пока Зульфия бежит домой к мужу и сыну. Она им тоже очень нужна. Наталья Никифорова, Алексей Румянцев. КФУ. Итоги недели. Мы поздравляем всех наших зрителей с весной. Обновления вам и невероятных свершений. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok